При секретарь Мидармении Ани Бадалян, судя по всему, доверяет азербайджанским синоптикам и прогноз погоды смотрит на Баку-ТВ, как стало известно из публикации спикера армянского внешнеполитического ведомства в соцсетях. Умолчав о том, что в армянском прогнозе погоды есть неотъемлемая часть Азербайджана, Карабах, Бадалян не придумала ничего лучше, как возмутиться тому, что наш телеканал предсказывает погоду на территории современной Армении, где, напомним, издревле вплоть до депортации проживали азербайджанцы. Бадалян возмущена тем, что в прогнозе погоды Баку-ТВ есть Ереван, Геуча, Зангизур, Ведибасар и Дараляс, и ошибочно утверждает, что это свидетельство территориальных претензий на суверенитет ее страны. По бакинскому телевидению в эфире прогноза погоды республика Армения, включая столицу Ереван, представлена как Азербайджан, пишет Бадалян. Все верно, это Азербайджан, только западный, исторически исконно азербайджанские земли, откуда в течение 20 века в три этапа изгонялись коренные жители. Сегодня община западного Азербайджана, а именно изгнанные с этих территорий коренные жители, ни в коем случае не претендует на суверенитет и территориальную целостность Армении, но справедливо требует возможности жить на земле своих предков. Так, в своем выступлении 24 декабря 2022 года президент Ильхам Алиев отметил, что западные азербайджанцы являются общиной, неоднократно подвергавшейся незаконной депортации. Их права должны быть восстановлены, и они должны вернуться на родные земли. «Говоря об этом, я предполагаю, что в Армении вновь начнется очередная истерика, мол, Азербайджан пришел, оккупировал нас и прочие. Нет, мы хотим сделать это мирным путем. Мы хотим обеспечить свои права мирным путем. Еще раз хочу сказать, что все конвенции признают это право», — подчеркнул глава государства. Субтитры создавал DimaTorzok